Сергей Коваленко. Молитва и медитация. Средство преображения себя. Ну, конечно, да. В общем, нас нагрузил этот... Ну, то, что Владимир говорит, вообще-то, я вот так смотрю на всех, получается, как бы, лучи собираются в одну такую пирамиду. У всех, а все в одну точку сходится. У всех, кто не говорит, все равно это... В какую точку сходится? Ну, как он говорил, к абсолюту? Нет, у него Матерь Мира. Ну, Мать Мира это и в Агни-йоге. Но он про абсолют говорил сейчас. Да? Просто такая эклектика, такое ощущение, что у тебя было 10 каких-то костюмов. Ты взял кое-что, ножницы? Ну, может быть. Просто мы... Ну, объять невозможно не объяться. Это очень сложно. Так, слушаем. Молитва и медитация. Вот такой ключик есть к жизни, да? Если хочешь жить долго, счастливо и справедливо, нужно иметь вот такой ключик. Ключ этот – молитва и медитация. Чем они отличаются друг от друга? Практически ничем. Только молитву произносится словами, медитация – это как бы мыслительный труд работы, да? Сейчас идет переход. Завершился огромный цикл в 9 миллиардов лет. И Бог подводит итоги этой жизни. В эти 9 миллиардов лет мы все рождались. Жили, набирали опыт. Сейчас этот опыт каждой души обобщается, собирается в одно, подводятся итоги и уже построена практически новая жизнь. Новая Земля, новый космос. Как в Евангелии, помните, говорили, и будет новое небо. Вы увидите новые звезды. Сейчас как бы вот, знаете, это как вот заново свисит, и нам показывают большую медведицу, еще что-то, еще что-то. А все эти сожжения могут мгновенно измениться, и мы увидим новое небо. Кстати, вот один раз с сыном мы наблюдали на Новый год, лет 5 назад. Я удивился. Вот сфотографировать я не смог, просто телефон не брал. Это большая медведица встала вот так вот, как бы в центре неба, и сделала вот такой круг за ночь. По кругу. Мы с ним смотрели, наблюдали и удивлялись. Ну, кому это сказать, и кто это наблюдал? Но она и должна по кругу ходить. Нет, в центре неба. То есть она... Прямо над нами, и вот такой маленький круг она сделала. Нет, там малая. Нет, большая, ковш. Ковш большой, вот такой круг сделал. Может быть, это что-то нам показали, как бывает такое иногда с людьми, да? Вот. И что происходит? Огромные силы задействованы и в космосе, и на Земле. Но Господь поставил такие условия. Или все спасемся, или все погибнем. Почему обязательно? Погибнуть может Земля, я сейчас скажу почему. С человечеством вместе. Потому что мы настолько отошли от общих законов космоса и вселенной. Земля останется. Земля тоже погибнет. Да не надо. Пусть летит. Человечество это единый двигатель. Так хорошо летит. Ну, все может быть. Потому что планеты Фаэтон же в ядерную войну разрушили. Он сейчас летает в виде астероидов в нашей Солнечной системе. Но его уже собрали на тонком плане. И он, может быть, мы его и увидим в нашей жизни. Так вот, вот эти огромные энергии, которые работают в космосе. Человек должен вести себя так осторожно и так осмотрительно. Иначе вот эта махина колеса судьбы просто его раздает. Ну, многих людей мы видим, которые бросаются во все тяжкие. Потом, где он? Нет его. Что нужно сделать нам, людям, чтобы выжить, в первую очередь? Нужно понять Бога, что Он хочет от нас. Потому что мы Его частица. Он помогает нам. Я понимаю. Но чтобы понять, что нам нужно делать, мы должны это почувствовать. А он регулярно просто говорит, что надо. Я понимаю. Но как мы это почувствуем? Ну как, кто-то чувствует. Информацию. Кто-то бегает дурачком, не понимающийся. Кто-то деньги делает, да? Кто-то воюет. Он чувствует в то время? Может быть, а может быть и нет. Очень сложно. А ведь задача Бога – спасти всех людей, все души. И как он говорил, вот в книгах исход написано. Я хочу спасти все души и тела. Чтобы люди совершили переход на новые. Потому что все построено. Новая земля, новое небо. Все животные, все созданы. Она более тонкая, и мы на этот план просто должны перейти. Притом это может произойти очень быстро. Есть такая молитва. Сейчас я ее прочитаю. Потому что Коля о молитве и медитации. Наступит миг прозрения. И мы увидим, вот оно, ура. Мы изменились, и изменилось все вокруг. Мы на новом глобусе. Перекрасим мы. И мы имеем многое тела. Благодарим, Господь, за счастье, которое Ты подарил нам. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим. Да, но вот один из вариантов связи с Богом – это молитва. Есть такое правило, что человек в молитве поднимается к Богу. В молитве. Произнать себя слова. Потому что молитва – это все-таки формула. Вы знаете, иногда можно с ним просто беседовать. Молитва не всегда. Иногда просто беседа вполне. Да, если человек готов. Если у него вот эта связь уже налажена, да. Но молитва тоже помогает очень сильно. Ведь сейчас ведь вот афонские старцы, они молятся, монахи, они же молятся беспрерывно день и ночь. У них молитва не прекращается. И Господь говорит, пока только на них держится вся планета. На этой молитве. Потому что вот эта связь с Богом беспрерывно идет. Но вот Владимир говорил о ткани Матери Мира. А сама Мать Мира где? Она с нами. Она здесь сейчас на земле. И через нее работает сам Господь. Сам Господь работает, спасая нас. Но сейчас такая ситуация, что у нас наработано очень много негативных качеств. Очень много. Мы практически... Притом это даже может быть часть, частично наша вина, частично это вина вот старшего сына Бога, которому Бог поручил планету, человечество. А он решил построить коммунизм в отдельно избранной планете по своему уразумению, не исполняя планов Отца. И произошел такое колоссальное разрыв между Богом и людьми, что Бог перестал слышать нас. И только вот когда пришла сама Мать на планету, вот эта связь наладилась. И Мать пропускает через себя энергии Бога, понижает этот трансформатор, как трансформатор. И раздает все это людям. Потому что если мы вот эту любовь Бога попробуем пропустить напрямую, мы сгорим, потому что огромная шейная – это огромная энергия. Это такая энергия, которая она строит. Но для нее вот эти негативы у нас, которые у нас в каждой клетке записаны, в соответствии с которыми мы пока и живем, вся планета так живет пока. Пока вот только-только-только начался поворот, когда вот это началась, началась эта битва с темнотой, на планете, и с вот этими нацистами, которые есть олицетворение вот этих темных сил, которые воздействуют на сознание людей. Они собрали в комок это все, а Бог как сейчас действует? Он собирает, мать притягивает всю темноту к себе, которая выходит из людей, да? А Господь в это время ее уничтожает. Поэтому сознание людей сейчас рвется на части. Почему? Потому что выходят негативы, и человек, то ли ему остаться здесь, то ли там, и он начинает метаться, и в это время молитва, обращенная к Богу, за помощью к нему, очень помогает. А когда человек садится в медитацию, допустим, вечером, пытаясь просмотреть весь прошедший день и определить, что он сделал плохого, что хорошего, и как ему освободиться от этого плохого и наработать более хорошего, это он видит в медитации, осмысливая и анализируя весь свой день прошедший. Он это видит, и осознанно может сказать, вот здесь я поступил неправильно, я осознаю это, я, но покаяние одна из форм молитвы или медитации. Он говорит, я каюсь перед Богом, и больше этого я так делать не буду. И уже, хотя это повторяться может много раз, это очень сложно, вот я по своему опыту хочу сказать, это очень сложно освободиться от всякой этой пакости, но можно, можно, и примеров в жизни много. Иисус это очень много показал в своей жизни. Так вот, мы идем к тому моменту, когда сознание людей повысится до такой степени, что 51% людей достигнет вот этого понятия, как его называют эзотерики, христосознания. Когда мы достигнем уровня Иисуса, вот когда он 2000 лет пришел на планету, вот тогда будет возможен наш переход. Но приближать его можем мы молитвой и медитацией. Вот сейчас наши воины гибнут, да? Идет сражение неимоверное. Мы не представляем вот всей полноты, картины мира, да? Когда в этой точке собралось сейчас все силы света и все силы тьмы, и в этой точке сейчас происходит, решается наша судьба. И если мы не будем участвовать в этой битве осознанно, то, может быть, судьба наша решится и без нас. Такое тоже может быть. Ну, конечно, этого не допустят высшие силы. Богини с Богом сражаются за нас беспрерывно, каждую минуту и каждую секунду в своей жизни. Но от нас тоже многое зависит. Мы можем потерять тело. Но самое страшное, что мы можем потерять эту душу на планете. Потому что темные силы, они рвутся к нашей душе. Зачем? Это для них питание. Сейчас планета, она проходит, она опускалась на дно космического тора. Сейчас она проходит эту позицию и вместе с человечеством поднимается уже во внутреннюю часть этого космического тора. И вся темнота будет отваливаться и падать на дно космического тора. Все эти бесы, черти, это же наше образование, наши мысли. Потом они же собираются в огромной конгломерации. Вот эти сотни чертей и бесов. Создается монстр, который уже может все человечество уничтожить. Это огромная сила тоже, но темная, она уничтожается. И на них душа, это как, знаете, питание, когда они упадут на дно космического тора, это для них питание. Поэтому нам душу давать нельзя. Молиться надо обязательно. Хотя бы утром и вечером. Но сейчас вот Господь сказал, надо молиться еще и два часа дня. Потому что весь тонкий мир, все монахи, это точно, они молятся. утром, но они молятся почти беспрерывно, потому что у них наработано это. Он с нами разговаривает, вот человек, а в это время у него идет вот это безмолвное, он соединен с Богом. Поэтому очень часто происходит исцеление, когда вот с таким человеком разговаривают, другой простой человек, он болеет, что-то еще. Откуда болезни у нас? Они оттуда, от нарушения нами вот этих божественных законов. Я как-то говорил, не знаю, сейчас осталось у Белова это или нет. Нам сейчас дали 13 законов здесь на планете, чтобы мы их исполняли. Они начинаются с первого закона, который самый главный, это закон чистоты. Чистота тела, чистота мыслей, числота действий, и так далее. Чистота. Ну, в середине там много законов, в которых говорится, как надо учиться, что надо астрологией, допустим, заниматься. И последний закон о матери, что мы всегда должны помнить о той, которая спасла и нас, и нашу планету. Если бы она не опустилась и в тело женщины мужской, не впустила в себя еще потом мужское начало божественное, то не было, вот Белова говорит, планета была бы, не было, потому что цель темных разрушение, они питаются этими энергиями, но это их цель разрушить и потом питаться какое-то время этими энергиями. потом, когда это все Господь опять собирает и пытается сделать так, чтобы цивилизация не гибла, не падала и не умирала, не погибала, как атлантов сныли там волной просто за их страшные преступления. много на западе почему-то. Атланта? Нет, но вот эти вот, которые, про которых вы говорите, эти вот нехорошие. А вот это как два полиса. Вот Эль Мория, он часто, если вы знаете эту сущность, Эль Мория, не слышали? Он надиктовал вот Елене Ивановне Радьев и Огниеву, вот эту живую этику, о которой Владимир говорит. Вот, он говорит, что мы ждем, когда вот эти два полиса сформируются, света и темноты. Тогда можно эту темноту убрать. А сейчас эта темнота в людях, Господа задали вопрос, ну что ты смотришь, ты давай я их там. Он говорит, могу, но тогда останется 2% человечества на планете. Потому что он уберет темноту и мы разрушимся. Мы из нее созданы практически. А сейчас идет процесс такой, богиня принимает энергии, мать, вот вы сидите, две матери остались, эти все убежали, дружки. Вот. Вот они всегда такие. Потому что Господь говорит, что во всех разрушениях на планете виноваты мужчины. Мужское начало. Патриархат был, да? И практически, что это такое, эпоха патриархата? Это войны, разруха, насилие, деградация. Такая, что уже креста ставит неминка. Да? Вот смотрите, вера может изменить ваше сознание и жизнь за секунду. Да? А неверие порождает щели. И эти щели это органы человека. Сердце, почки, печени, желудок. там, где не проходит божественная энергия, там пробка создается. И начинается болезнь и разрушение. Вот один из вариантов объяснения раковой болезни это желание человека иметь как можно больше, больше и больше. Почему вот это болезнь? Клетки начинают делиться бесконтрольно в каком-то органе. От его желания, от нашего желания. Я хочу, мне надо. И вот эта болезнь, она начинает, они бесконтрольно делятся. Мы их там вырезаем, что-то там делаем. Они все равно будут делиться, если мы не изменим свое отношение к миру. Ну вот. Наверное, все, наверное. Я заканчиваю. Молитва, медитация наши основные инструменты в этой жизни. Анализ своего дня, отказ от негативных проявлений, обращения к Богу. Сейчас Кармический Совет закрывает все наши кармы. Все. И жизнь нас ждет новое в свете людей, согласия и мудрости, великой радости даря друг другу бесценные минуты счастья. Ну вот так, наверное, как Суворович нарисовал. Спасибо. Вот эти прекрасные сущности. Кто нарисовал? Суворович, наш художник русский. Он сейчас рисует, он еще рисует. у него много посмотрите в интернете. Спасибо. У него прекрасная картина. субтитры создавал DimaTorzok.